У каждой из церковных партий стяжателей и нестяжателей были свои лидеры. Иосиф Володский происходил из заварянской семьи. В его роду все, начиная с отца, приняли монашество. В 1479 году Иосиф основал Иосифово-Волоколамский монастырь, который расписывал знаменитый иконописец Дионисий. Тогда-то и оформилась его позиция. Иосиф считал, что можно прекрасно сочетать личное нестяжание монахов с богатством всего монастыря. Дело поминовения было поставлено в его монастыре на солидную коммерческую основу. Вседневное поминовение стоило за 7 лет 20 рублей. Гигантская по тем временам сумма. Но не стоит думать, что Иосиф просто стремился нажиться на религиозных обрядах. Он мечтал сделать из церкви некое подобие социальной службы. Так в голодные годы от монастыря кормились до 7 тысяч человек монастырских крестьян, а обычно 400-500 человек, кроме малых детей. Некоторые даже называют его первым социалистом. Иосиф полагал, что церковь должна быть богатой, чтобы стать независимой от советской власти. Совсем иной была позиция Нила Майкова, прозванного Сорским. Долгие годы он жил на Афоне, откуда и вынес древнюю традицию эскетического монашества. Этот путь Нил исповедовал и своей жизнью в устроенной на реке Сори крохотной церкви, где в 1490-х годах селятся вместе с Нилом его единомышленники – заволжские старцы. «Монахи должны жить нужную потребу, добывающие от трут рук своих». Так учил Нил. Жить не владея ни средствами, ни тем более селами, как настаивал Иосиф. Нил считал, что церковь не должна вмешиваться в дела государства и общества, а лишь изредка увещевать проповеди. Казалось бы, позиция нестяжателей должна была приглянуться княжеской власти. Самый жаркий спор разгорелся на соборе в 1503 году. Иван III сперва симпатизировал Нилу, но затем слово взял Иосиф. «Если у монастырей сел не будет, как тогда честному и благородному человеку постричься? А коли не будет честных старцев и благородных, то и вере будет по колебанию». Его основной аргумент – если у церкви не будет средств, а монахи будут работать в поле, то откуда тогда появятся ученые и монахи? А главным аргументом для Ивана стало обращение стяжателей стариней древним порядком. «При твоих прародителях, великих князьях, святителей монастыри, грады, волости, слободы и села и дани церковные держали». И великий князь отступил. Но на этом спор не утих. В 1505 году умер Иван III, а его сын Василий вновь обратил взор к нестяжателю. К тому же в 1518 году на Русь прибыл ученый инок Сафона Максим Грек. Он долгие годы жил в Риме, был знаком с великим борцом с роскошной жизнью Савонаролой, знал философию и древние языки. Максима возмутило, что русские монастыри не только имеют села, но и дают деньги в рост окрестным крестьянам. Он нередко высмеивал порядки, заведенные в Иосифлянских монастырях, в которых благополучное жительство превратилось в самоцель. Однако все это плохо кончилось для самого ученого-монаха. Василий III, подобно своему отцу, обратился к Иосифлянам, которые своевременно благословили его на развод с женой. А Максим Грек был сослан в монастырь как еретик. В итоге на знаменитом стоглавом соборе в 1551 году состоялся окончательный триумф стяжателя. Правда, там же на соборе с горечью отмечалось. В монастыри поступают не ради спасения своей души, а чтоб всегда бражничать. А еще совсем интересно рассудила спор Иосифлян и несижателей история. В 16 веке Иосиф и его противник Нил Сорский были канонизированы, а в 20 веке был признан святым и Максим Грек.